здравствуйте друзья я пробую новую версию подключения записи звука на наших поездках автомобильных то есть задача состоит в том чтобы мотор не так шумел ну не только мотор но сама по себе дорога и конечно вот сейчас например самый тихий такой режим вот кроме может быть там вентиляторы вы ничего не услышите а когда мы поедем вот сейчас да это еще не так все громко как если например мы поехали бы по хайвею а там на хайвее шершавая там поверхности и в общем скорость другая совсем там там еще шумнее и вот я сейчас еду и звук пишется с одной стороны на камеру так же как он обычно писался бы я знаете что сделаю я поставлю кусочек вот так как пишется на отдельное записывающее устройство в кармане торчит я раньше пытался в него микрофон выносной воткнуть такой петличный по-всякому разные микрофоны пытался что-то не получалось а сейчас я просто там есть встроенные микрофоны вот я на этот встроенный микрофон говорю ну смысле я смотрю на на дорогу но будет в кармане слева у меня торчит на груду сейчас посмотрим что получится и у меня такое ощущение что как я ямку заехал сейчас послушаем как будет с ямкой у меня такое ощущение что я нашел торт то что было надо в общем до этого проблема основная была в том что когда пишешь либо через микрофон на саму камеру либо через микрофон вот на это записывающее устройство но что получалось когда шумно то звук голоса начинал как-то вот так пропадать дребезжать трещать просто в результате того что шумы так воздействуют вот на микрофон что вот все вместе вот эта амплитудно-частотная характеристика она как бы попадает не на самый замечательный участок и там все не так так что вот ну попробуем я специально вам поставлю вот так звук один и звук другой чтобы вы могли услышать причем я даже не буду говорить вам а так вот когда буду монтировать вы сами услышите я надеюсь что вы услышите во всяком случае я так подберу чтобы было слышно в общем то не сложно устройство не такое большое и не тяжелое у меня даже к нему есть такая прищепка которая прикручивается и я могу на поясе его носить но если на поясе тогда если с микрофон но если по улице ходить например пойти когда нет внешнего шума в виде автомобиля то можно ходя по улице записывать на внешний микрофон это будет нормально но на улице проблем с ветром друзья захватили так сказать внимание блогера с двух сторон с одной стороны в машине шум с другой стороны выйдешь на улицу ветер тем более мы снимаем ты часто на океане если я папа по офису ходил это было бы одно там можно как хочешь снимать прямо на встроенный микрофон камеры все нормально вот а тут значит все таки мне хочется хорошего звука более менее чисто потому что вот как бы пишут все люди которые этим занимаются пишут что видео звук важнее картинки вот мы сейчас с вами едем что что за картинка у вас друзья перед глазами особенно с учетом того что темно на улице и картинка это еще и не вытаскивает вот того разрешения которое казалось бы 1080 должно было бы быть но там темно я когда смотрю иногда увидела так в темноте записано я думаю больше там на 360 или там и богу на 480 ну совсем плохо редко когда там качество картинки соответствует только если день там под фонарем или я не знаю там освещенное какое-то место вот тогда только поэтому конечно звук имеет значение большое вот наверное и все так что я тогда там по дороге просто поговорю за жизнь что там происходит а происходит у нас ну вот ездил я сегодня в компанию mercedes-benz там у них если исследовательское такое как бы подразделение я был очень удивлен знаете так чтобы попасть в гараж и там в этом гараже но это большой гараж так вы знаете не то что вот как мы привыкли на частную машину дома там такой гараж гараж типа парка такого там много чего в этом гараже там человек 30 у них работает и вот они там сидят и я попал на ланч в это время там они какие из каких-то коробок что-то подъедали дали мне коробку тоже в общем я так вот посмотрел там были два контрактора которых прислали с украиной есть компания такая global logic она вообще индийская но у них есть подразделение в украине прислали двух парней вот там они тоже ходили значит что такое делают интересно на самом деле я еще завтра туда поеду к 11 утра потому что я с одним дяденькой поговорил он мне объяснил чего ему надо с точки зрения резюме людей квалификации но там ему достаточно серьезный нужен народ он собственно и платит он готов платить там до 60 долларов в час но нужен человек который с опытом в тестировании несколько лет и при этом может скрипты писать то есть что-нибудь такое там причем неважно на каком языке там он будет писать кому javascript значит там кому там pearl без разницы вот ну так такая история но у них там действительно очень много макетирования моделирования какие-то они там пишут свои штучки потом все это или значительной степени все это окажется в виде там фермера встроенного ну вот такие вот ребята и я с одним начальником поговорила завтра надо будет с другим потому что у него может быть интерес такой более практически вот напрям сейчас хотя надо сказать что и на и те то что они хотели более высокой квалификации у нас в общем то есть народ я как бы сказать думаю там три-четыре резюме а то и пяток моим подбросим разные разные люди бывают в это вполне серьезные тоже с бэкграундом таким-сяким перерыв может быть какой-то а так есть есть круто есть вот но конечно главный наш интерес это когда ребят попроще и у них там какие-то веб-приложения такое тоже есть поэтому вот мы поговорим еще с одним я сегодня его не дождался то есть он там занят был а мне тоже надо было идти потому что у меня урок и полурока там за меня наталья провела но мне неудобно было потому что это мой урок я там про поиск работы должен был рассказывать и какую-то часть она могла за меня сделать а какую-то я хотел уже точно знать что я это сделал и что они поняли о чем речь поэтому мне нужно было возвращаться и вот я на обратном пути оттуда ехал через менло парк через такие улочки там менло парк очень специфическое место я записал сюжете там такой ну просто дорога красиво мне мне нравится я очень люблю здесь на машине по городам и весям очень приятно на самом деле вот если пробок каких-то гнусных нет вот очень хорошо небо там такого цвета я просто удивлялся знаете ну вот неужели вот так небо такое бывает красивое а завтра поеду снова к 11 утра я даже не знаю будет там пробка не будет как мне там ехать и ибо у дома не приложу да в принципе я с утра ехал не по элками на рил а по другой улице там было проще как-то она двигалась получше но посмотрим что еще сказать у нас тут в офисе народ переезжает и ну кое-кто поэтому у нас сегодня теперь юли нашей не было в офисе и немножко больше нагрузки на нас на всех там с телефоном с разговорами с людьми знать как каждый человек когда он отсутствует это чувствуется мы же команда маленькая и в общем то так значит когда я был там на этом мерседесе поговорил с товарищем нашим мы с ним учились вместе в институте он моложе нам на пару лет но он радист он такой вот по записи по по телевидению и так далее и я ему говорю что вот смотри вот с микрофоном у меня какая проблема и он говорит так ты возьми это называется у них но из канцелинг есть такая технология когда вот я говорю на микрофон да а еще пара микрофонов значит направлены ну как бы допустим я в наушниках и смотрит сторону да вот я говорю в микрофон который меня здесь у губ а там дальше но из-за помещения берет звук и этот звук который берется из помещения вычитается из того звука который попадает в мой микрофон понимаете на что происходит то есть мой голос остается а шум который наложился вычитается потому что этот же самый шум попал и другие микрофоны тоже есть такая технология и как вам сказать да но там тоже называется headset то есть так наушнички с микрофоном ну и штырек там такой тоже вроде как знаете как в обычных ну как с обычного микрофона так чисто внешне но там же знать как бывает разводка какие концы куда заведены то есть я не возражаю например вместо микрофона как такового ходить еще и с наушниками то есть мне не жалко вот я сижу с вами разговариваю там мне мне на ушах ничего не мешает но вопрос в том что я чё-то не бил я хотел купить просто микрофон чтобы он был вот с этой технологии но из канцеля пошел искать и не вижу ничего вижу только headset ну или просто наушники бывают вот или headset но так чтобы вот чисто гарнитуры такие да как бы нам наушнички с микрофоном как-то в наше время гарнитуры назывался и вот не видать и я думаю может они и не производятся я ему позвонил север гусева горю вообще они есть он говорит вроде были ведь я не знаю я не пользуюсь вот я завтра к нему приду к чему я рассказываю я возьму с собой камеру возьму его этот headset у него там их несколько разных один вар один у него такой варласа другой со шнурочком вот мы возьмем тот что со шнурочком вставим вот в эту камеру я попробую значит поговорить с него даже не знаю что получится получается что надо пробовать а в наше время когда все заказывается с интернета как ты будешь пробовать ночи пойдем пойдем посмотрим вообще он не дал попробовать надел мне на уши эту штуку конечно она совершенно замечательно работает действительно убивает там все шумы вокруг все все замечательно но непонятно можно ли это снять и передать передать в камеру вот через этот микро через этот вот разъем который втыкается штырек от микрофона в общем друзья у меня завтра экспериментальная такая будет лабораторная работа я что-то все как-то вцепился в это вот в борьбу со звуком и не знаю что делать дальше но вот пока я надеюсь что то что я сейчас записываю с вами этот разговор он будет прорывным потому что я там поменял немножко настройки на звукозаписывающем устройстве сделал его более чувствительным потому что то что я вчера вечером писал мне ребята говорят что там слабенький звук был и он действительно был слабеньким я его усилил на 10 децибел но он все равно не был таким вот как бы как хотелось бы поэтому я там немножко поигрался с ним и из автоматического режима перевел вручной вручном режиме выставил довольно высокую чувствительность и вот сейчас мы с вами посмотрим что из этого получится я уже почти приехал домой так что счастливо я отправляюсь на эксперимент и и и и и и и